девочки и мальчики орлы и цыпочки привет вам мне вчера написали о том что мне цветы к лицу мне кажется любой женщине любой девушки девочки всегда цветы к лицу они украшают стоят в азии красиво отлично чувствует себя тюльпаны превосходно но единственно что они здесь быстро растут поэтому их необходимо всегда подрезать воды они пьют много за счет этого они идут в рост и соответственно чтобы они красиво выглядели у вас в вазе им нужно не сподрезать друзья я подготовила сейчас вам влог там я рассказываю о наших продуктах о наших овощах конкретно потому что спрашивали девчонки мне пишут в личку пишут в instagram о том что снимите покажите сколько у вас стоят те или иные продукты кому-то конечно может быть это не нравится кому-то не интересно но просто тогда не смотрите конкретно на эту тему я сняла видео потому что тоже задавали вопросы а где вы чаще всего покупаете но вот конкретно это лента и магазин в котором мы сейчас приноровились брать фрукты обычно летом мы там берем овощи различные ну вот потихонечку распробовали особенно сухофрукты например распробовали и берем там не буду отнимать дальше ваше время посмотрите обязательно напишите сколько у вас стоят те же продукты огурцы помидоры потому что цены разнятся кто-то говорит 70 рублей кто-то говорит 50 рублей я понимаю сезонность таких овощей то есть летом осенью они конечно же дешевле стоят нежели допустим зимой но давайте возьмем за точку отправную цена зимой на те овощи и фрукты которые у нас и у вас и заодно сравним о том как мы сходили в кафе вчера я вам уже в последующих влогах выложу посмотрите сильно много этом не снимала но что сняла обязательно посмотрите ну и вечером пока ждали такси я вышла первая игорь там еще задержался рассчитывался в нем парень подарил цветы это было очень очень приятно ну тюльпанчик он стоял это уже был вечер представляете это уже было 10 часов парень стоял на улице с букетом цветов и и дарил всем девушкам всем женщинам кто проходил цветы это правда очень очень приятно ну а на этом я вам желаю приятного просмотра влога надеюсь у вас настроение весеннее праздничное пусть она таким у вас и остается пусть душе всегда будет весна приятного просмотра привет всем собираюсь город уже переоделась в такую курточку так она мне нравится такая легонькая потому что в принципе у нас еще зима но это скажем так курточка для сноуборда но мне она нравится удобненько но все поскакали мы уже успели съездить домой поработать пообедать кое-какие дела и решили что сейчас мы заедем на солнечной я хочу взять еще яблочек но в этот раз наверно не красных на каких-нибудь желтый зеленый знаете такие сладенькие забыла как они называются не семилетки яблоки не белый налив ну такие знаете вот они желтенькие какие-то лимонно-желтые и очень-очень сладкие и нужно еще взять апельсин надеюсь что там все это будет ну хотя у них там в обычных проблем нету в этом магазине и после того как вышел ролик где я купал апельсины вкусные ли они было много вопросов и много вопросов в комментариях и много вопросов мне в личку в инстаграм писали о том где этот магазин но когда мы заезжали я говорила о том что мы едем на солнечный это у нас есть такой рыночек в хантах рынок солнечный и вот собственно говоря сейчас мы туда едем и я специально еще заодно вам сниму и подробнее уже покажу что за магазин как за магазин потому что оказывается достаточное количество жителей ханты-мансийска не знают про него ну в общем вот смотрите мы сейчас заезжаем на рынок солнечный ну как рынком-то его слабо можно назвать да но тем не менее вот мы едем сейчас вот туда здесь у нас обычно всякие хостовары велосипеды рыба продается там как и открытые летом так и крытой зимой и вот сейчас мы двигаемся вот туда прямо и вам да видно вот вывеска смотрите магазин овощи-фрукты и фрукты овощи да а нам с вами нужно вот в этот магазинчик так что кто не знал кто не в курсе в хантах на солнечном кто не в курсе я не миноват самое главное не забыть карточку нам в прошлую покупку дали вот эту вот карту сказали что она накопительная и вот она у нас теперь машине лежит на таком видном через машине до чтобы в случае чего-либо без меня либо со мной игорь мог подскочить и вот купить шевченко 54 а заходим заходим вот мы пришли и про какие яблоки собственно говоря я вам говорила я вот думала вот таких яблок ведь желтеньких яблоко golden краснодар вот golden а мы брали в этот раз вот эти яблочки они оказались довольно таки хорошими я хочу сказать такие вот мне нравится запекайте в духовке с медом в общем-то смотрите здесь есть хурма 230 рублей но она плотненькая гранат есть смотри какая здесь капуста до 1 есть да я думала как раз на закваску здрасте я как раз думала что квасить капусту и вот вышла как раз большая таких три штучки и было бы нормально значит капуста а почему капуста здесь капуста 45 рублей но это уже свежий это свежий урожай да а чья у вас капуста скажите это краснодарская там уже капуста созрела ухты так так а здесь вот капуста смотрите 25 рублей но если вы хотите цветную капусту например можно взять за 70 вот такую красную в некоторых салатах она очень даже вкусненькая дальше посмотрим здесь лучок казахстан 24 рубля и он довольно таки плотный вот такой лук я люблю знаете для чего для шашлыка подберешь несколько таких больших и вообще супер классно почистил но вы в курсе дальше морковь 21 рубль вот картофель собственно говоря тот картофель который по 80 чем-то мы покупали в ленте он здесь по 60 рублей вот смотрите ханты мансиск да а разница в ценниках значительно там по моему даже 83 был 83 рубля килограмм а здесь тоже вот картошка абсолютно тоже желтая картофель картофелина и вот она 60 рублей мытая морковь 49 если вам по 60 не охота покупайте вот за 22 рубля тоже желтый картофель а скажите вот этот картофель с этим отличается этот чей это тюменский да вижу а это египет вот кстати дорогие комментаторы вы меня спрашивали я вам говорила что да это картофель и египет и точно такой же картофель выходит в ленте под маркой она идет как израильская так дальше виноград у вас по моему круглый год лето и продаются виноград а виноград у вас кардинал да да а скажите вообще чей виноград сейчас вкуснее лучше брать лучше узбекистан да понятно ясно так смотрите какие тут оранжевые лимоны прям такие оранжевые как мандарины интересно сколько они стоят сто девяносто девять лимон узбекский он прям мандаринами пахнет да запах как у мандарин и пожалуйста есть лимон турецкий желтенький сто восемьдесят пять у нас же сейчас последнее время поднимается острая тема с орехами и сырной тарелкой да игорь и мы стали брать различные различные орешки мы вот брали так нет 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 вот мы миндаль последний раз брали брали еще кешью и у нас был хундук вы знаете вот в сырной тарелке чтобы перебить немножко вкус допустим там прошу то или там какой-нибудь колбасной нарезки да вот орехами если их еще на сковороде поджарить очень очень даже классно фисташка есть фисташка 980 рублей и последнее время мне очень нравится вот этот бразильский он такой сладенький так что особенно женщинам орехи полезны ну и как вы в курсе нынче модная макадамия везде она продается и обратите внимание здесь она девятьсот двадцать рублей то есть ценники тоже разнятся есть кунг ват дальше имбирь сахар я понимаю что он в сахаре ну да так и есть так что изобилие здесь различных орехов круп вполне себе такое личное количество смотрите чечевица какая аккуратненькая 140 рублей рис вообще классно и даже если наши кедровые орехи такая вот большая упаковочка стоит 1900 рублей класс и по поводу краги я думаю никого ни для кого не секрет что курага она разная и используется вообще предназначение и широко например вот просто так кушать просто вот в прикусочку вот лучше брать вот эту вот курагу турция да 530 рублей она здесь если да вы хотите уже варить какие-то компоты что-то вот десерты то лучше брать вот вот эту курагу ну и по изюму великое множество и вот где есть кстати говоря чернослив знаешь этот десерт классно вот его брать сюда засовываем орешек и делаем десерт со сметанкой вот этот чернослив очень-очень вкусный я уже не помню когда последний раз его делал этот десерт но вот здесь он прям черный ну и что фасоль применение у нее тоже широкая есть фасоль суповая есть фасоль для гарнира есть для салатов здесь вы сами видите раз два три четыре сорта фасоли абсолютно на любое блюдо для любого приготовления можно взять ну и дальше арахис чищены у это такая вкуснятина вообще море-море орехов грецкий орех в скорлупе 360 рублей ну такой он вполне себе но для сладкоежек естественно есть еще и конфеты но я советую лучше курага вместо конфет курага прям да и но и смотрите мы пришли сюда где стоечка с травами а это значит что можно делать самим че бессмертник липа ромашка смотри вот вы когда-нибудь аптечную ромашку вот видели в таком сборе нет она не такая совсем идет роза лепесток лаванда жасмин одуванчик мята анчан уже готовы анчан заметьте друзья сейчас он очень моден среди блогеров заказывать в таиланду персонально чтобы его доставляли а здесь вот раз триста десять рублей и в наличии лежит стоит так что приходите дальше саганделяю так а тут вот она мальва это же каркаде который тоже считается в общем каркаде там мальва и гибискус разные сорта то есть каркаде не делается только чисто из одного сорта в нем присутствуют либо мальва либо гибискус и он как это называется какой-то какой-то там розы в общем а мальва она у нас распространена на юге россии и в окружении морей в общем там в тех городах тех регионах возле морей она продается ягоды коджи это тренд прошлых годов за ними тоже гонялись их покупали для похудения в общем это было таким популярным и дорогим свое время товаром и чисто из жасмин кстати говоря вот взять жасмин взять собрать еще каких-то травочек у вас уже получается свой уникальный чаек если вы не хотите чай из трав пожалуйста берите чай в ассортименте в упаковке здесь и лейптоны а вот каркаде мы кстати говоря вот такой и взяли цветочный каркаде ну-ка вот что он тут пишет вот я вам кстати и говорила не могла вспомнить как называется эта роза это уникальный цветочный чай из лепестков суданской розы вот приятен на вкус и утоляет жажду каркаде мне нравится когда он холодно между прочим чуть-чуть туда сахарочка дать и вообще ура так друзья дальше здесь различные соусы томатные пасты аджеки варенье и все такое здесь тоже форма лежит 230 рублей капуста пекинская она здесь 90 рублей в ленте она сейчас подороже мы вчера были в ленте и я обратила внимание что там больше 100 рублей так что если что здесь это дело есть чесночок редиска ну естественно и наши народные родимые овощи репа редька и все остальное наконец-то мы дошли до изобилия оранжевых фруктов так здесь даже срез смотрите какое получается это вот мы с тобой говорили помнишь кровавый значит апельсин 195 рублей здесь у нас мандарины марокканские 175 ну я смотрю Игорь уже приготовил пакет и мы наверное возьмем вот эти вот апельсины обязательно они такие достаточно плотненькие а там я не достаю так вот мы себе набрали пакетик дальше это у нас получается мы сейчас взяли апельсины по 195 рублей мандарины вот 105 159 смотрите какие они они прям вообще ярко ярко-ярко такие розовые да апельсины это серия цвет такой пурпур яркий просто вообще и даже вот если глянуть смотрите они аж красные они прям красные-красные но запах от них ароматные так дальше здесь мандарины Турция 150 119 вот эти вот апельсины мы их тоже брали вкусненькие 150 мандарины такие смотрите как монеточка чуть-чуть сплющенная и вот у этих мандарин кожица не плотно приступает то есть они легко чистятся 150 рублей такой огромный здоровый грейпфрут мы с Сашей одно время вообще конкретно их точили ну я не знаю сейчас посмотрим может быть еще грейпфрут возьмем ну и груши груши здесь тоже 190 205 210 рублей и обращаю ваше внимание смотрите здесь еще есть айва вот по ценнику я конечно не знаю но такая она желтенькая айва Турция 215 рублей но вот айву нужно еще уметь правильно кушать киви тут тоже гранат 215 рублей я не сильно в выборе вкусных хороших грейпфрутов но мы сейчас попросили чтобы нам помогли выбрать вот а то бывает иногда берешь зеленый иногда берешь у меня сладкий больше горький а хочется прям вкусно-вкусно то есть он должен быть с красненьким бочком да? все спасибо большое берем грейпфрут что мне радует здесь всегда очень много различных фруктов и овощей магазин прям полон и хочу отметить еще здесь очень много всегда покупателей и раз и у нас здесь ананас вот интересно сладенький наверное или нет так и мы возьмем еще яблочек возьмем яблочек сейчас их выберем но они тут такие и желтенькие и желтенькие и зелененькие сладкие потому что у меня на руках аж прям еще еще два яблочка возьму вот у яблок здесь стоишь и такой аромат прям очень хорошо чувствуется как они пахнут так все набрали так а вот кстати говоря этот виноград который молдавский 185 рублей ну вполне себе очень даже бюджетно я вам хочу сказать пока сейчас на кассу относили часть тех фруктов которые мы берем смотрите я еще увидела здесь чабрец мята отдельно лежит то есть чабрец обычно покупают в аптеке и я вам еще хотела показать про огурцы вы спрашиваете какая стоимость продуктов у нас в городе и овощей вот смотрите например огурцы вот эти вот гладкие да как их называют тепличные 180 рублей дальше здесь идут огурцы ну как их называют ну давайте маленькие небольшие да с такими мелкими пырышками это получается 250 рублей и вот эти покрупнее и уже немножко такие побольше подлиннее у них стоимость 265 рублей вот собственно говоря здесь тоже можно выбрать на любой кошелек хотите за 180 берите за 180 хотите 265 берите 265 ну и дальше помидор 230 рублей он такой уже покрупнее красивенький аккуратно я бы не сказала что они побитые ну и на запах они пахнут помидорами дальше баклажаны перец зелень и то что мы обычно любим зимой и обычно зимой берем это вот такие маленькие черри они тоже довольно таки здесь красивенькие симпатичные и в этот раз у нас появилась стоимость на кабачки кабачок 225 рублей здесь уже на прилавке есть зелень и есть вот такие вот тоже помидоры это азербайджан 450 рублей ну и тедника обычно ее сейчас берут для украшения тортов и также на кассе есть приправы по приправам здесь богатые ассортименты достаточное количество и здесь еще руккола я заметила тоже сборные салаты и смотрите еще здесь лежат манго вот эти манго не зеленые а вот именно желтый манго они очень даже сладкие вкусненькие ну в общем то собственно говоря наша сегодня покупка я думаю Саша обрадуется в ресурту мы его быстро приговорим ну и яблочки у меня еще дома остались зеленые яблоки надо вот шарлотку будет сделать так и вот наша покупочка отдаем карту 400 рублей спасибо да и кстати на выходе если вы забыли купить хлеб обратите внимание можно здесь еще взять лаваш лаваш можно взять вот такой вот а еще можно взять для шаурмы и мы кстати говоря здесь покупали и с Игорем делали дома шаурмы так что все мы затарились вкуснотой сейчас едем по делам надо еще забрать посылку и потом заезжаем забираем Сашу сейчас мы еще заедем в транспортную компанию там нам приехал груз но это по рабочим моментам в общем там приехала бумага приехали некоторые комплектующие для машин поэтому едем забирать 4 коробочки небольшой должен быть заказ на самом деле по объему сейчас мы воспользовались услугами транспортной компании энергия но мы по моему второй раз ими отправляем груз летом как бы все нормально не было нареканий а в этот раз весь груз шел из Москвы получилась так что они 3 коробки отправили сразу они уже приехали в Ханты а четвертая коробка у них лежала в Москве и в общем то никак она там в путь не отправлялась сюда я уже с ними вчера попыталась связаться созвониться четыре раза набирала в общем не отвечала оператор переключала на другого специалиста тут же не кладите трубку тут же хоп и трубку скинули ну а сами понимаете как дозвониться по многоканальному номеру телефона это очень очень сложно тебя каждый раз туда-сюда метают и в оконцовке на восьмой раз я уже дозвонилась я уже настояла конкретно на том что вы меня сейчас никуда не перекидывали и постарались дать полную информацию но друзья очень так своеобразно и самобытно со мной пообщался оператор я уже оператора спрашиваю говорю ну вот объясните пожалуйста как так получилось что из четырех коробок это все в одном месте у нас груз покупался отправлялся почему три ушло на Ханты-Мансийск и уже приехала а одна осталась оператор отвечает прям дословно ну а что вы думаете мы тут их одной веревкой связываем и отправляемся сразу нет нужно догадываться о том что может быть три коробки уедет одна останется я говорю ну вы понимаете я же тоже как-то груз жду весь а не пока вот так вот по коробочкам ну в общем мы с ней еще поболтали побеседовали я задала вопрос сколько будет стоить груз там в общем получается в общей сложности 9 или 12 килограмм что-то такое 500 рублей по стоимости претензий нет адекватно нормально устраивает но конечно вот по общению и по тому как идет логистика и координация всего этого действия доставки грузов ну такое в общем в нашем списке транспортные компании которыми мы не пользуемся добавилась еще энергия до этого были деловые линии ротек в ротеке у нас потеряли груз мы для машины покупали кнопочки для того чтобы стеклоподъемники работали и в общем благополучно этот груз потерялся и между прочим в том месте где мы покупали они были последние нам так и не вернули эти штучки но деньги вернули стоимость этих частей и стоимость доставки наверное то есть все что мы потратили но нам нужны были кнопочки это раз во вторых сколько мы там мотались это тротек постоянно я знаю что у многих есть претензии к транспортной кит это прежнее название сейчас гтд и лично у нас к ним претензии вообще никаких нету единственное был как бы у нас казус когда из тюмени отправляли груз и мы его месяц лишним ждали это была катастрофа просто но к слову у нас тюмень тут рядышком но нам объяснили что у них в тюмени это перевалочный перевалочный пункт и из-за этого может такая нападка произойти большему из тюмени гтд не заказано из тюмени нам нравится транспортная компания луч она довольно таки у нас здесь свеженькая каждый день машины грузы моментально летают просто хлоп и все поэтому вот наш список черный список это деловые линии Ротек и туда энергия попала делитесь какие у вас транспортные компании в приоритете а с какими вы не сдружились и с какими вы не нашли общий язык а мы едем в энергию за грузом и а и и и и и и и и